Всем привет! Буквально полчаса тому назад в Верховной Раде Украины закончилась инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский огласил свою присягу на верность украинскому народу и выступил со своей речью обращением к депутатам, к народу Украины касательно своих планов. И главный месседж Зеленского был в том, что он будет добиваться мира на Донбассе, возвращения территорий, возвращения пленных, ну и конечно же проводить реформы и сделать украинцев счастливыми. И под конец своей речи Зеленский огласил, что он принял решение распустить нынешний состав Верховной Рады Украины. Я распускаю Верховную Раду 8-го скликанья. И призвал уволить главу Министерства обороны, главу СБУ и генерального прокурора. И когда он это говорил, судя по лицам Луценко и Грицака, они не были очень счастливы услышать эту новость, но вот такое вот обращение сделал Зеленский. И перед тем, как Верховная Рада нынешнего созыва прекратит свое существование, он попросил депутатов принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, вернуть закон о незаконном обогащении и собственно снять тех чиновников, о которых он попросил. Посмотрим, как они это смогут сделать, сделают ли они это вообще. И я так понимаю, в принципе, что Верховная Рада будет перезабираться через 2 месяца. То есть не осенью этого года, как было бы запланировано, а уже через 2 месяца. То есть будут досрочные выборы. Логика Зеленского понятна. На волне популярности он хочет привести Верховную Раду свою партию. И пока люди там не разочаровались, рейтинги не упали, нужно, конечно же, на волне завести свою партию поскорее Верховную Раду. Что, в принципе, достаточно логично. Хочу обратить ваше внимание, что ранее, в начале мая 2019 года, после победы Зеленского, представитель США Курт Уолкер, это переговорщик от США с Украиной, заявил, что на инаугурации Зеленского Соединенных Штатов Америки будут представлены очень серьезно и на очень высоком уровне. Что соответствует статусу друга Соединенных Штатов Америки. И давайте посмотрим, кто, собственно, был представлен США на этой инаугурации. Собственно, сам Уолкер был представлен, сам себя представил и вместе с ним приехал министр энергетики. Это достаточно несерьезная должность, министр энергетики Америки представил Соединенные Штаты. То есть изначальный план Уолкера, точнее его изначальный месседж о том, что США будут представлены на самом высоком уровне. Это либо вице-президент, либо глава госдепартамента, никто не приехал. И в своих предыдущих видео я рассказывал, что сейчас Соединенные Штаты Америки дают понять, в частности, адвокат Трампа говорит, что Зеленский окружает себя не очень хорошими людьми. И как бы говорит, что вот есть такая проблема. И когда я об этом записываю видео, некоторые люди почему-то на меня обижаются, говорят, что вот я негодяй, делаю такие вот ролики. Но я не пытаюсь вам сделать плохо. Я пытаюсь вам рассказать, что происходит. И я предупреждал, что в данной ситуации адвокат Рудольф Джулиани, адвокат Трампа, говорит то, что не озвучивается прямо ввиду дипломатического протокола. И то, что озвучивает Джулиани, в принципе, вот так думает президент, так думает США. Да, это вот такие вот прямые мысли, озвученные через адвоката президента. И поскольку мне не верили, да, говорили, да, все нормально, это же просто адвокат. Ну и как были представлены Соединенные Штаты Америки. То есть ни администрация президента Трампа, ни государственный департамент США не был представлен на этой инаугурации. То есть Соединенные Штаты Америки дали понять, что они недовольны теми людьми, которыми окружил себя Зеленский. Вопрос не к Зеленскому, а вопрос к тем людям, которые его окружают. Многие мне пишут, что да ладно, мы Украина, мы вообще можем послать Соединенные Штаты Америки нафиг. Мы же такие сильные, такие модные, мы всем просто там боги. Но я хочу отметить, что Украина это самая нищая страна в Европе. А Америка самая богатая страна в мире. Если Украина решила идти по пути, мы сами хозяева, мы сами решим, что нам делать, нам не нужен никто. Я желаю вам только успеха, счастья и благополучия. Если можете, вперед реализовывайте все свои планы. То есть полностью откажитесь от какого-либо сотрудничества с Соединенными Штатами Америки. Никакого финансирования, никакой политической помощи, ничего. Это ваш выбор. Я лишь хочу вам добра. Я лишь хочу, чтобы у вас все получилось. Я лишь хочу, чтобы Украина была другом Америки. Но если вы решили, что вы хотите жить сами и вам не нужна помощь США, вопросов нет. США с радостью скажет, вы так решили, значит будем соблюдать такое соглашение. Ну а Владимиру Зеленскому я желаю только успехов. Безусловно, если он сделает какие-то изменения, это будет плюс. Но не стоит думать, что если Владимир Зеленский президент, то это автоматически запрещает его критику. Гражданское общество должно всегда находиться в оппозиции к правительству. Даже если оно голосовало за это правительство. Потому что если вы будете пропагандистами, вы не будете отличаться от тех соратников Петра Порошенко, которые пытались замолчать проблемы в государстве. Они не занимались выявлением проблем. Они занимались тем, чтобы замаскировать, заретушировать эти проблемы и не дать в обиду Порошенко. На этом Порошенко и погорел. Так вот я призываю сторонников Зеленского не быть пропагандистами, а быть всегда в оппозиции к правительству. Искать все возможные методы и причины для того, чтобы критиковать правительство, если вы нашли какую-то проблему. Да, вот есть проблема, вы обнаружили ее, пожалуйста, расскажите об этом. Не нужно об этом замалчивать и укрывать, потому что вы поддерживаете Зеленского. Вы этим помощи государству не принесете, потому очень правильная позиция всегда быть в оппозиции к правительству. Ну, такое мое мнение. Посмотрим, как будут развиваться события.